Доброе утро, Найк! Как так получилось, что столько лет вы уже на Олимпе музыкальном звездите, меняются темы творчества, но тем не менее вы на волне. Что вы для этого делаете? Делаю то, что люблю, и получаю от этого удовольствие, поэтому, наверное, и не обламываюсь ни от чего особо. Ну, а вот скажите, сейчас то, что ассоциируется, например, ваше творчество, оно же изменилось, да? Но все равно люди вспоминают те хиты начала двухтысячных. Не обидно? Не то, чтобы оно изменилось, оно, в принципе, всегда у меня было таким вот именно немножечко, скажем так, потусторонним. Вот, и такие песни, как «Лошадка» или «Три слова», то есть это, как я их называю, это у меня такие есть песни из разряда детских песен. Вот, и поэтому они немножечко не вписываются в мои какие-то основные вот темы. Но, тем не менее, если они появляются, то это тоже я, это тоже мое, и я как бы их так же люблю, как и песни, скажем так, более, скажем так, душевные и собственного сочинения. И совершенно не обламываюсь их исполнять на концертах уже много-много лет. Я тут пытался сообразить, сколько раз я исполнял песню «Лошадка», но, в принципе, бросил эту идею, в общем-то, практически моментально. На какой цифре бросили считать? Ну, я даже не начал, честно говоря. На каждом концерте? Я только подумал, да. Но вы в одном из интервью сказали, что уже сейчас прошел вот тот пик, когда на каждом концерте люди просили исполнить, например, «Лошадку». Сейчас уже люди просят нечто более глубокое, более другое. Изменился, да? Слушатель поменялся? Да не то, чтобы он поменялся, а скорее просто отбор произошел некий. Вот. Бывают большие концерты, когда приходит много людей, которые приходят чисто вот как провести выходной вечер и послушать вот пару-тройку, там, сколько вот у меня самых известных песен. Но большинство, конечно же, приходит послушать все и то, что малоизвестно, то, что выходило давным-давно уже и так далее. Кстати, совсем недавно вы выпустили, ну, как недавно, в прошлом году, да, вы выпустили сборник «Избранный». Что туда вошло, как отбирали композиции вот в этот сборник и довольны ли вы им? Да, я им доволен. Этот сборник, я считаю, своей первой компиляцией лучших песен со всех вот семи пластинок своих. И сольных, я имею в виду, не проекты, не что-то другое, не какие-то другие вот параллельные вещи, вот именно сольных пластинок. И что-то вот когда мне предложили эту идею сделать, этот сборник, я подумал, ну, кто я такой, чтобы выбирать собственные песни, как лучшие там и так далее, там, ориентироваться на какие-то радиостанции или еще на что-то. То есть это все неадекватно, как бы это все неверно. И я что-то там ходил, гулял и наткнулся на сборник, по-моему, Градского, каких-то там 60-х годов. Вот как раз назывался он «Избранный» лучший, там, какие-то песни он там пел. И мне вот понравилось название и сама концепция. И вот я предложил своим менеджерам, они уже запустили эту историю в интернете, и по радиостанциям даже прошла эта тема, что я предложил людям выбрать три любимые песни, вот на их взгляд, из моего вообще вот всего багажа. То есть народный сборник-то получился, да? Избранный, да. Вот мне понравилось само слово, сам смысл, и я вот дал людям избрать, так сказать, по три любимые песни, вот которые составили этот сборник. То есть получился, правда, очень длинный, как бы, сборник, потому что песен оказалось очень много, причем таких очень неожиданных было выбрано, причем они вот попали в первую десятку, там, типа. Топы, необычный чарт получился, да? Неожиданно, да, что все получилось, как бы, да. И вот вышел двойной CD-диск, полностью забитый вот песнями, и вот сейчас, буквально в начале сентября, по-моему, первого или четвертого, не помню, вышел тройной винил, вот с этим избранным. И, то есть, песен очень много, на виниле они вообще звучат сейчас шикарно все. Ну, а вообще, моя музыка лучше звучит в аналоге, чем в цифре. Многие музыканты, да, такое мнение имеют. Хотел спросить, затронули творчество неожиданно для меня Градского, да? Нет, творчество его мы не затрагивали. А, просто, что у него так было, да? Просто кинулось на глаза, как бы бросилось на глаза. Я-то хотел задать вопрос про то, каково вы еще из российской эстрады, действующей на данный момент, как бы, принимаете, ну, хвалите по-своему, либо, там, цените. И мы просто слышали разговор, что вы, где-то сюда, слушали «Скорпионс». На самом деле, эта песня мне понравилась в другом немного контексте. Есть такой персонаж по кличке Диджей Огурец, вот, очень смешной парень. И у него, он выступал на вечеринке пиратского радио. И вот он с этой песней устроил там просто безумный какой-то вот психоделический перформанс. То есть, как бы, людей разрывало на части от несостыковки, как бы, внутреннего вот этого движения, вот как на вечеринках рейвовых, да? И вот этой песне группы «Скорпионс» на огромных колонках. То есть, перформансы, я так понимаю, что любите. Мы видели, как на сцене, гитару в щепки разносите. А это от чего? От внутреннего какого-то, внутренней потребности или больше шоу? Вот этот концерт, который мы видели, где я разбиваю гитару, это кусочек концерта, который вот буквально должен выйти сейчас до Нового года. Это презентация в Москве альбома «Везде и нигде» 2014 года как раз. Вот, мы его сняли, записали и на многоканальную запись сделали. Вот сейчас свели, вот сейчас монтажом уже занимаемся окончательными какими-то доработками. Я думаю, зимой это должно появиться, как новогодний такой подарок людям. Это был первый концерт с новым составом, с моим, где у меня на сцене были два гитариста уже, где мне не надо было играть на гитарах. И я себя чувствовал уже свободно и как бы много двигался. А учитывая, что я аналоговый парень, и все музыканты, которые со мной играют, тоже такие же. И у нас нет вот этих радиопередатчиков, гитар каких-то. У нас все со шнурами, вот эта заваленная какими-то вот этими штуками сцена. И в какой-то момент я просто задел шнур, и гитара вот упала плашмя. И когда я ее взял для исполнения уже там какой-то песни в концерте, она вот просто, ну реально гриф у нее был, ну таким образом сломан, что уже я так понимал, что с ней уже, ну ничего не... Она уже не пригодится для исполнения. Да, и я ее поставил какое-то время, она стояла, и вот мы исполняли. Это даже вот не из этой песни кусок был взят. Мы исполняли, по-моему, песню «Ссоры», и у меня там в конце как бы такой, и чуваки играют такую импровизацию как бы безумную. Вот, и она вот как раз на таких, на первых долях такая, вот такие удары прям бум-бум-бум, и я такой, о, ништяк. И взял эту гитару и начал долбить прям в эти удары. И это очень мило получилось, причем крепкая гитара оказалась. То есть мне вот пришлось там, не знаю, ударов восемь, наверное, сделать, пока вот она вот в щепке не разлетелась. Я себе там даже руку повредил от колки там. Ну то есть прям пришлось приложить усилия. То есть нет, такие перформансы я не очень люблю, честно говоря. Это не стандартно. Это все просто вот как вот порыв души вот в данный момент. Но это никогда запланировано не бывает. То есть это вот... Я люблю просто петь песни и играть их на разных инструментах. То есть это вот моя основная любовь в том, что я делаю. Ну и писать их еще. Вы затронули тему музыкантов уже, которые с вами выступают. Расскажите вообще, как они появились и вообще комфортнее одному, все-таки, когда все зависит только от тебя, либо вот в сопровождении профессионалов? Комфортнее по-разному. В общем, я люблю музыку за то, что она дает много разных возможностей для ее реализации. Вот. Никогда не навязывает какую-то определенную технологию, какое-то определенное движение, направление, настроение. То есть она может быть разной, она зависит от тебя. Вот. И в этом ее прелесть, как бы. Она, естественно, музыка вообще... Мы вообще вибрация. Вибрация это музыка, это вибрация, и мы вибрируем постоянно, как бы. И поэтому музыка это, наверное, единственное, что нас может сближать. Хотел спросить, что Найк Борзов ест на завтрак? Как проходит утро Найка Борзова? Музыку ем. Включаю сразу музыку и начинаю ее есть. Ну, не только пища же духовная. Какой-то насущный хлеб должен быть. Ну, и, в общем, завариваю себе льняную кашку. Полюбил льняную кашку я есть на воде. Просто вот без всего вот такая вот. Она, в принципе, невкусная поначалу. Но вот сейчас я себе даже уже не могу представить утро без льняной кашки. Давайте посмотрим рубрику «Шеф-повар» и потом продолжим. Надеюсь, дорогие друзья, что под руководством нашего шеф-повара Николая Маслякова вы плотно позавтракали и готовы к продолжению беседы с музыкантом, поэтом, просто хорошим человеком, который у нас в студии сегодня с Найком Борзовым. Еще раз доброе утро. И мне же хочется спросить все-таки, что за новый стиль музыки, я не знаю, вы открыли для себя, для ваших слушателей, который называется «Этнотехно». Узнал про такой забавный современный музыкальный инструмент перкуссионный, называется «Кахон». Это такая вот коробочка примерно размера такого прямоугольного. И на нее садишься вот так между ног и начинаешь по ней вот так вот руками играть. На табуретке практически играешь. Ну, коробка, да, на ящике. Многие музыканты используют этот «Кахон». Я уже посмотрел там всякие концерты и даже наших отечественных каких-то исполнителей там играют с этим «Кахоном». Но я его решил использовать немножечко иначе. У него как бы другую энергетику в него заложить, скажем так. Использовать его не как перкуссию, а именно как драм-машинку. И у меня вот играет девочка на этом «Кахоне». Она играет вот на нем, исполняет, я придумываю биты какие-то там. И она вот эти биты исполняет, ну, с дополнительными еще там «Конго-бонго» у нее стоят, там всякие шейкера, там дождичек вот этот серебряный. И, собственно говоря, когда мы начали давать вот эти вот концерты, то есть реакции людей и мои собственные ощущения, они были настолько новыми и наполненными такими эмоциями, что я вот не мог этот момент игнорировать. И вот где-то в декабре 2014 года снял такой большой дом культуры, где-то там 50-х годов строения. И вот в большом вот этом зале, где вот кино, пока сцена, где вот эти русские народные инструменты играли. И вот это специально зал акустика, созданный под игру на акустических балалайшных вот этих однородных инструментах. Никаких подзвучек, чтобы вот, чтобы голос так звучал красиво и так далее. Там бетон и, как, не бетон, а мрамор и дерево. Да, лепнина присутствует, вот эти вот бегают люди в красных косынках в хороводе, полуголые детишки там со старичками играют в какие-то кубики. Ну, короче, очень круто все. То есть еще с тех времен оно так и не реставрировалось. Но в очень хорошем, приличном состоянии все. И вы там записывали альбом? Да, и вот мы там записали где-то порядка 22 песен вот из разных моих пластинок из всех периодов. Названия у нее пока еще нет никакого. И вот это вот название этнотехно, это я условно ее так обозвал, потому что этно, ну, акустические инструменты совсем вот древние, совсем простые, акустические гитары, да, там. И техно, потому что вот, потому что реальная техно, потому что люди приходят на концерт и говорят, ой, акустические гитары стоят, ну вот сейчас опять будем рыдать. А под конец, короче, они снимают обувь и танцуют на столах. Вы вообще, я почитала, вы играете на всем, правда? Вы мультиинструменталист. Есть какие-то любимые инструменты? На всем точно. Любимые барабаны, гитары, клавишные, синтезаторы скорее больше все-таки, чем клавишные. Разная перкуссия. Ну вот... Ну то есть я же говорю, все. Да. На духовых, наверное, не играете? Духовые, вот мы, кстати, ехали в поезде, обсуждали эту тему с духовыми. Я и очень не люблю духовые. Вот, я их использовал у себя на записях всего, наверное, может быть, один-два раза. И то, как бы, использовал даже не всю духовую группу, а такие вот мягкие духовые, типа флюгельгорн или тромбон. Вот такие более красивые, вот именно по звуку. А вот эти все фанфарные, как бы, типа труба там всякие. Ну, может быть, вот кларнет еще иногда, не во всем. Саксофон, вот где-то начиная от тенора и ниже. Вот, все остальные песклявые, как бы, вот подальше. Наверное, подбираете все-таки под тембр. У вас низкий все-таки тембр голоса. Ну, наверное, да. И эти вибрации я люблю слушать такие же голоса, как вот свой. Такие, ну, поэтому и у женщин тоже. Ну, и на прощание хотелось бы по нашей доброй традиции, чтобы все вместе мы пожелали ярославцам самого доброго утра. Давайте. Желаю всем доброго утра, всем ярославцам. Прекрасный город, очень милый. Люблю здесь бывать. Очень много красивых девушек. Это приятно всегда. Что еще сказать? Ну, и желаю вам творческих узбеков, которые строят наши дороги. Всем нам. Ура! В нашей студии был музыкант Найк Борзов. Субтитры подогнал «Симон»!